Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Есть такая программа мужское-женское. Там ведущие Гордон и Барановское. Вот они якобы в противовес друг другу выступают. Порой они уже вместе, так сказать, расчехляют гостей в студии. Но более всего меня удивляет, что они зовут, стараются найти самые резонансные случаи. Например, недавно видео опубликовали, где, если можно так ее назвать, мать, будучи беременной, избивает больного ребеночка маленького на ЦП, суетом бутылочку, у него все выливается. Это невозможно смотреть, эти кадры было. Вот они ее пригласили. По-моему, ее, сейчас я скажу, как здесь написано, значит, Екатерина Филиппова. Вот они ее пригласили, сорвались на нее там и так, и сяк. Она даже попыталась студию покинуть. Но у меня вопрос, друзья, они для чего их приглашают? Вот именно вот самых таких, вот самые резонансные случаи, самые, так скажем, люди, которые вот, ну, их людьми назвать сложно, то они зарабатывают деньги на этом. Вот Барановская недавно съездила на Мальдивы, вот она неделю там была. Значит, по-моему, 150 тысяч, что ли, в день стоил отдых у нее. По-моему, так. И это деньги, в том числе, которые она заработала благодаря вот этим людям, если их еще раз скажу, можно так назвать. То есть они самый трэш себе зовут программу, делают рейтинг, зарабатывают деньги, едут, тратят за границу. И самое, что интересное, ругают гостей своей передачи. Так закройте ее и уйдите. Люди будут только рады. Так, показывайте Жак и в кусто, и вот, так сказать, великолепные погружения и исследования океанов. Будет интереснее, мне лично будет гораздо интереснее смотреть, чем эту херню вот эту, мужское, женское, извините уже за выражение. Значит, неделю от вас отмыться не могу, Барановская обругала гостей в студии. То есть она обругала гостей, что вот такие они все мерзопакостные и так далее, она отмыться не может. А что ты сидишь там тогда? У меня первый вопрос, а чего ты там тогда сидишь? Ну встань и выйди, и уйди, и не надо отмываться будет. А куда-то пригласили тебя еще, передачу какую-то вести? Нет. Вы сидите, зарабатываете бабки и еще говорите, я отмыться не могу. Так ты хорошо отмываешься на Мальдивах, наоборот, за эти деньги. Вот этих недолюдей приглашают туда. Меня это просто возмущает. Люди сидят, зарабатывают деньги вот на этих вот скандалах. И потом еще упрекают этих вот гостей, которых они пытаются там уму-разуму научить. Как правило, просто их там с говном ровняет. Что якобы мы после вас отмыться не могу, такие вы все мерзопакостные. Встань и уйди оттуда. Или ты ведущий ведешь эту программу должным образом. Или если ты отмыться не можешь, не появляйся там вообще. То есть, очевидно, человек ведет программу только ради денег. Его совершенно не волнует все эти случаи. Деньги платят на Первом канале и все. И трава не расти. Также из Копинского маньяка позвали почти за 3 миллиона рублей на ток-шоу. Сейчас вроде говорят. Адвокат его сказал. То же самое. Им людям не важно. Они эти деньги возьмут, поедут на Мальдивы, так же как в Барановске. И будут там отдыхать. Понимаете в чем дело? А вся Россия будет шуметь на ушах. Как вы могли позвать в телеэфир этого маньяка? Это же ужасно абсолютно. Людям все равно. Им главное. Деньги, деньги, деньги. В программе мужской и женской ведущие Гордона Барановской стараются разобраться в семейных конфликтах россиян, пишут. Они выступают в качестве противовеса между двумя спорящими сторонами. Ведущим не всегда удается держать свое мнение при себе. Особенно если случай резонансный. Так Барановская не смогла сдержаться, когда стороны не могли разобраться в родственных связях. Женщина по имени Наталья. Там вообще отъявленный трэш. Это просто то, что нужно закрывать прям немедленно. С моей точки зрения. Женщина по имени Наталья рассказывала, что старается воспитывать троих детей от бывшего мужа. Ее уже лишали родительских прав, но она встала на путь исправления и забрала детей домой. При этом бывшая свекровь женщина не признает внуков, а экс-супруг не платит алименты, но уже строит новую семью. А родная мать Наталья не пускает дочь в свою квартиру. Я уже запутался, ну вы примерно понимаете. Трэш, короче. И вдруг Барановская говорит, заберите меня, пожалуйста, из этой студии кто-нибудь. Я потом неделю от вас, от всех отмыться не смогу. Мы все пропахли вами. Вы вообще понимаете, насколько вы ужасны? Сорвалась на гостей программа Барановская. Друзья, что я хочу сказать. Не можешь отмыться, так не приходи в эту студию. Мы только поаблатируем тебе. И Гордона забери оттуда, и Малахова заберите, и Борисова заберите. Всех заберите оттуда, и программы закройте, и не отмывайтесь. Но только на какие деньги вы будете по Мальдивам ездить, вот это большой вопрос. На какие деньги вы будете отмываться на Мальдивах, если вот не такие люди будут к вам приходить и рассказывать об этих вот ужасных вещах, совершенно не ясно. Дома будете сидеть и зубы на полку складывать. И проситься потом на какое-нибудь шоу чернушное, лишь бы там заработать копеечку. Потому что в нормальные вас не позовут интеллектуальные. Потому что у нас их просто нет на телевидении. Меня это возмутило, друзья, просто абсолютно. Пишите просто ваши комментарии, друзья, подписывайтесь на канал. Кому интересно, с вами был Будда Гришна. Всем пока, до встречи.